В сегодняшнем видео уроке будем говорить про кошелек WebMoney. Как зарегистрироваться, как правильно пользоваться кошельком и как пройти идентификацию. Для того, чтобы создать кошелек в системе WebMoney, переходим либо на главную страничку, либо просто вводим запрос WebMoney регистрации и переходим на первую страницу, которая нам откроется. Выбираем регистрацию и вводим необходимые данные. У меня кошелек WebMoney уже создан, поэтому я регистрироваться не буду, я просто кратко охарактеризую основные этапы. Для того, чтобы создать кошелек в системе WebMoney, вам обязательно нужно ввести номер мобильного телефона. Как и в случае с кошельком в системе Kiwi. Если телефон вы вводить не хотите, соответственно, вы создать WebMoney кошелек не сможете. Раньше такого правила не было и можно было создавать кошелек даже без мобильного телефона. Но в данный момент времени без сотового зарегистрироваться нельзя. Вводите номер сотового телефона, затем указываете персональные данные, фамилия, имя, отчество и так далее. Следующий этап – проверка телефона. На введенный номер мобильного придет SMS с кодом и вы этот код введете. И последний этап – назначение пароля. Вводите любой пароль и все, кошелек будет успешно создан. Можно будет переходить к совершению финансовых операций. Как авторизоваться в системе WebMoney? Когда вы заполняете форму авторизации, вы указываете логин и, может быть, обратите внимание, ваш электронный адрес. Может быть, идентификатор WebMoney, который вам присваивается после регистрации. И номер мобильного телефона. Мнение о том, стоит или не стоит распространять информацию о своем WebMoney идентификаторе в интернете различается. Большая часть интернет-пользователей считает, что никакой опасности в этом нет. Хотя, некоторые сведущие люди полагают, что распространять свой идентификатор лишний раз не нужно. Потому что через этот номер мошенники могут получить какую-то информацию о вас. И вам, естественно, это будет не на пользу. Поэтому, если есть такая возможность, свой идентификатор никому не показывайте. Итак, я ввожу идентификатор. Затем указываю пароль. Число с картинки. И нажимаю «Войти». Запомните меня на этом устройстве. Можете галочку оставить, можете ее убрать. Я уберу. Теперь жду SMS-сообщения. Неправильно введен код с картинки. Ну да, потому что более 5 минут вводил. Указываю еще раз. Нажимаю «Войти». У вас поначалу совершенно никаких кошельков не будет. У меня здесь, как видите, есть кошелек рублевый, есть долларовый и кошелек для евро. И в зависимости от того, на какой кошелек я нажимаю, будет высвечиваться баланс в той или иной валюте. Для того, чтобы создать кошелек, нажимаем вот на этот плюсик и выбираем «Создать кошелек». И здесь мы указываем, какой именно кошелек нам нужен. Как видите, вариантов достаточно много. Можно создавать кошельки для различных валют. Но вам поначалу нужно будет создать кошелек долларовый. Потому что, скорее всего, вы будете принимать и получать платежи либо только в рублях, либо в долларах. Если есть необходимость, создавайте кошелек для валюты украинской, европейской и так далее. Принимаем условия, нажимаем «Создать кошелек», будет создан. Интерфейс системы WebMoney очень простой, интуитивно понятный, все на русском языке. И после регистрации, я думаю, вы со всеми тонкостями здесь освоитесь. Теперь, что касается идентификации. Для того, чтобы полноценно использовать возможности WebMoney кошелька, необходимо будет верифицировать свой аккаунт. То есть, необходимо будет загрузить систему скан паспорта. И получить формальный аттестат, который серьезно расширит ваши финансовые возможности. Для того, чтобы получить формальный аттестат, переходим в раздел «Панель управления». И нажимаем здесь «Копии документов». От меня требуется дополнительная авторизация. Я не буду ее делать. В разделе «Копии документов» вы загружаете скан своего паспорта. И если данные, которые указаны на скане, совпадают с теми данными, которые вы ввели при регистрации, ваш кошелек будет успешно идентифицирован. Вы получите формальный аттестат. И сможете совершать самые разные финансовые операции с помощью кошелька WebMoney. Для работы в интернете и для многих других целей формального аттестата будет вполне достаточно. Если вам формального аттестата недостаточно, тогда уже нужно пройти более серьезную верификацию, получить начальный аттестат. Наиболее распространенный вариант – это получение начального аттестата у персонализатора. То есть, конкретный какой-то человек вам этот аттестат будет выдавать. Вы приходите, показываете свои документы, показываете, что вы реальный человек и получаете аттестат. Есть также вариант автоматического получения начального аттестата. Как видите, можно его получить через портал государственных услуг. Давайте посмотрим. Я сам пользуюсь формальным аттестатом. Начальный аттестат получать пока не планирую, но тем не менее. В чем сущность? Регистрируемся на сайте госуслуг, указываем паспортные данные, ИНН, номер страхового свидетельства, подтверждаем нашу личность. Опять-таки, вам нужно будет посетить центр обслуживания, то есть, сидя дома, не получится аттестат получить. И впоследствии уже просто получаем аттестат на сайте. Система будет сверять те данные, которые вы указали при регистрации, и данные на портале госуслуг. И вы получите начальный аттестат. Отмечу еще раз, что на первых порах вам вполне будет достаточно формального аттестата. Начальный аттестат будет нужен только в том случае, если вы будете совершать финансовые операции с крупными суммами через кошелек WebMoney. И тогда уже формального аттестата, естественно, будет недостаточно. Как правило, идентификация, верификация проходит без проблем, без сложностей. Служба поддержки в системе WebMoney на запросы клиентов всегда оперативно отвечает. Поэтому, если возникают какие-то проблемы, сложности, пишите менеджерам системы, и они вам помогут выйти из затруднения.